Лавров заговорил про переговоры с Украиной. Зеленский рассказал подробности курской операции, в то время как на белгородском направлении зет-военкоры трубят про новую угрозу. Про все расскажу. Погнали! Спровоцировать нас не удастся. А все вот эти вот бюргенштоки и формулы мира, так называемые, ну это от лукавого. Если Запад действительно заинтересован, потому что здесь дело не в Зеленском. Если Запад заинтересован нормализовать ситуацию в Европе, от которой уже сами европейцы стонут и страдают, то надо садиться за стол переговоров спокойно, без каких-либо бумажек в руке под названием формулы Зеленского. И по-честному начинать разговаривать. Президент подтвердил, что мы к этому были готовы. Я сейчас привел три примера, когда мы поддерживали такие переговоры. То есть Лавров, российский министр, на секундочку, считает формулу справедливого мира, которую предлагает России Украина и которую поддерживает большая часть цивилизованного мира, чем-то от лукавого. Скажите, а хорошая аргументация для того, чтобы отказываться сейчас садиться и говорить? Почему вы не согласны на мир с Украиной на справедливых условиях? Ну, потому что это все от лукавого. Почему вы не хотите вывести свои войска с территории Украины? Ну, вы понимаете, это тоже все от лукавого. Почему вы не защитите небо и территорию России? Ну, что за вопрос? Это все тоже от лукавого. Ну, а почему нет, если уже такие тезисы российская власть на серьезе используют для того, чтобы пояснить причины своих действий? Но это еще не все. Остапа там несло. Инициатива там одна. Она начиналась как копенгагенский формат, потом она преобразовалась в бюргенштокскую конференцию. Но суть у всех этих процессов это абсолютно бесперспективная, тупиковая формула мира, так называемая, которую выдвинул Зеленский. Поэтому все, что находится в ряду мероприятий, продвигающих эту формулу как безальтернативную развязку, конечно же, ну, только какие-то мечтатели на Украине, в Киеве, на Западе могут рассматривать как нечто, на что Россия, извиняюсь, клюнет. Не извиняйся, жеребец. Все и так знают, в какой подворотне тебя воспитывали. Ну, а маразм крепчает, товарищи. Человек на полном серьезе говорит, что справедливый мир, который предлагает Украина, это что-то про мечтателей. Но вот ультиматум Путина, который абсолютно не учитывал реальность, и тот же устав ООН, на который Кремль постоянно ссылается в баснях про готовность к переговорам, это все не от мечтателей. Это все будто бы правильно. Не перепутайте. И почему-то Лавров думает, что цивилизованный мир на все это должен был клюнуть. Очень глупо. Такие сказки сейчас звучат на фоне реальной ситуации на поле боя, когда Кремлю на третий год полномасштабной войны приходится готовиться к защите Курской АЭС. Ну, чтобы вы понимали, от федерального канала «Россия-1» на станцию поехал муж Скобеевой, где записал, ну, очень пафосный сюжет про то, что объект защищен, и никто захватить его не сможет. На это дальние подступы, упреждение противника, не допущение его подхода к охраняемому объекту. Девероятные километры траншей, оборудованных хорошо Росгвардия здесь держит оборону возле атомной электростанции. Готов уже на АГС боец, автоматический гранатомет для того, чтобы выполнять свои задачи. И, конечно, никакой станции даже близко Зеленскому не видать. Да-да, услышал, Зеленский, тебе тут не пройти. Вот тут вот прям точно не пройти. Если где-то там, вот где-то там на границе, ну там еще можно пройти по нашей защищенной территории. Но вот тут сто процентов нет. Поверили? Ну, зритель «Россия-1» может быть и поверил. Ну, тут хочется просто напомнить, как Путин повелевал ВСУ сдаваться в начале его этой спецоперации. Тогда этот же Попов со своей полоумной женой на пару рассказывали о том, что они Украину победят за два дня. Ну, а сейчас на третий год этой спецоперации на «России-1» обещают, что Курская АЭС, ну, точно устоит под натиском ВСУ. Но если серьезно, то от действий украинских войск у нее действительно есть шансы устоять и не быть поврежденной. Ну, банально потому, что ВСУ воюют не так, как русские. Ну, просто что мы видим сейчас? Русская армия строит оборонные рубежи неподалеку от станции, сделала там огневые точки. То есть, они рассчитывают, что территория возле АЭС может в перспективе стать зоной боевых действий. Я не знаю, как они там думают обороняться, чтобы территория вокруг АЭС не стала зоной отчуждения. Но все же, вот этими всеми действиями Россия на подконтрольной ей земле создала угрозу ядерного инцидента. Про это заявил Рафаэль Гросси, директор МАГАТЭ. Он еще сказал про то, что станция не должна стать зоной боевых действий ни при каких обстоятельствах. Ну, что ж, как мы видели раньше, Путину на все эти условности, ну вот, например, как ядерная катастрофа у него на земле, да все равно ему. Да вообще ему все равно на Россию. Дедушке главное обставиться системами ПВО на своих дачах и бункерах и прятаться там по очереди. Тем временем у диктатора начинает уходить из рук и часть Белгородской области. Сегодня стало известно, что на территории региона русским запретили въезд в несколько населенных пунктов, потому что там ситуация сложная, как говорит губернатор Гладков. Ой, наберите воздуха, друзья. Доброе утро, дорогие друзья. Обстановка у нас продолжает оставаться сложной. Завтра рассмотрим решение на оперативном штабе по отселению сел Дроновка, Порос, Гриворонского округа, села Старый Хутор, Волойского округов. Порядок отселения, порядок осуществления единоразовых, единовременных выплат будет доводиться до каждого жителя. В селе Визовое Красноярского района сегодняшний день вводим тот же режим, который действует в селе Колотиловка, ограничиваем им въезд. Еще этого чиновника заставили сегодня понервничать бой и столкновения на границе Белгородской области. Про них сначала писали Z-каналы, сообщали, что в районе пропускного пункта Шебекина было неспокойно. Но потом Гладков сам у себя на канале подтвердил, что на границе сегодня было горячо. Но, как всегда, говорит, что все стабильно и все по плану. Появилась информация о том, что враг пытается прорваться через границу Белгородской области. По данным Министерства обороны России, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Мне кажется, судя по количеству слов про то, что необходимо сохранять спокойствие, все под контролем, все по плану. Гладков прежде всего стремится успокоить самого себя. Ну а его нервозность можно легко понять. Вот просто голые факты. От украинской границы до Курска где-то в районе 130 километров. И то ВСУ там сильно углубились. А от границы до Белгорода 35 километров. Такое расстояние ВСУ может за пару дней преодолеть. Ну еще бы тут не нервничать. Тут уже и до истерики недалеко. Потому что потеря областного центра как Белгород станет трагедией не только для Гладкова, но и для сотен тысяч людей. Еще тут есть более важный для всех момент. Если будет утрачено областной центр Белгород, ну вы просто представьте себе, что начнется в Кремле. И то, насколько отрицательно поднимется доверие россиян к Путину. Они уже после Курской области начали задумываться, что что-то тут нечисто. Что думаете по поводу событий в Курске? Не нравится то, что происходит. На мой взгляд, где-то ошибка какая-то произошла. Такого не должно было случиться. Полный пи***ц. Вроде, насколько я понимаю, до нас не обторгались до... там, не знаю, с 1941-го, что ли. Что-то нужно с этим делать. Какие мысли вообще появились, когда услышали про эту новость? Честно, мне сначала казалось то, что вот с начала 22-го года удивляться уже больше нечему, как бы, ну, как выяснилось, удивлялка еще способна удивляться. Ну, пи***ц, так нельзя делать. Ну, я немножко в шоке, конечно, был. В том смысле, то, что если у нас, как мы позиционируем себя в мире, как одна из триад военных, то, по идее, мы должны первично защищать свою землю, свое государство, а потом уже пытаться завоевывать другие земли. Ну, именно слово пытаться. Такие войны, я не думаю, что вот нам это было нужно. Да никому это и не было нужно. Ни украинцам, ни обычным россиянам. Только вот когда ваш безумный дед начал убивать мирных граждан соседней страны и забирать нашу территорию, вы, россияне, почему-то ничего с этим не сделали. Хотя, как говорит ваш же президент, прости господи, основной источник власти в России – народ. Поэтому сейчас терпите, как вы это умеете делать. Терпите обстрелы, терпите унижения со стороны власти, повышение цен, рост безработицы, снижение зарплат, пенсий. Терпите, терпите. А дальше будет только хуже. Поверьте, после того, как мир увидел, насколько фейковыми есть все эти рассказы про красные линии, про русскую мощь, все меньше барьеров будет у ВСУ. А демилитаризация вашей страны обязательно выйдет на новый уровень. Сегодня, например, стало известно, что Украина провела успешное испытание своей баллистической ракеты. Так что ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Москва. Зеленский, к слову, рассказал о том, что ждет путинский режим, особенно на фоне операции ВСУ в Курской области. Ну а также он раскрыл некоторые подробности плана победы Украины. Курская область, как я вам уже сказал, входит в наш план. План победы Украины. Кому-то это может показаться амбициозным, но для нас это очень важный план. Я, наверное, могу что-то сказать, но не уверен, что это все. Одним из направлений, где часть уже сделана, является Курская область. Второе направление, стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира. Третье направление, это пакет принуждения. Мощный пакет принуждения России к прекращению войны дипломатическим путем. И четвертое направление, экономическое. Обо всем этом подробно рассказывать не буду. План подготовлен. Я думаю, что будет справедливо, если я представлю этот план сначала президенту Соединенных Штатов, успех этого плана зависит от него. Они нам дадут то, что есть в этом плане, или не дадут. Будем ли мы свободны в использовании того, что там будет в этом плане или нет. А так как в жизни все немного затягивается, думаю, я представлю ему этот план на встрече в сентябре. И я думаю, что как-то будет правильно донести этот план и до Камалы Харрис, и до Трампа, Дональда Трампа. Потому что мы не знаем, кто будет президентом Соединенных Штатов, а мы очень хотим выполнить этот план. Логично, что никто нам не раскроет все карты, вы это и сами прекрасно понимаете. И по состоянию на сегодня Путин действительно не готов идти на мирные переговоры. Про что в том числе озвучил Лавров, которого мы слушали в начале. Сейчас Украина делает все для того, чтобы у Бункерного не было другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров на условиях справедливости. Еще из интересного, что сказал Зеленский, это то, что план победы Украины в этой войне будет представлен США. Причем не только демократической партии, то есть Байдену и Гаррис, но и республиканцам, то есть Трампу. Важно тут одно. Для США, кто бы там ни был следующим президентом, все равно будет приоритетом то, чтобы Украина не проиграла Путину. Потому что проигрыш Украины это будет четкий сигнал Китаю про слабеющую позицию США. Это понимают и Трамп, и Гаррис. У меня есть сдержанный оптимизм по поводу этого плана, который будет представлен американским партнером. Но тут остается только ждать. Ну а я буду на этом заканчивать. Спасибо вам за просмотр. Традиционно призываю вас сохранять холодный разум и поддерживать украинские силы обороны. Потому что это действительно есть самым главным сейчас. До встречи!